Всем привет, дорогие друзья! С вами Moskit. Решил прикупить себе микрофончик, потому что мой немножечко устарел. Вот такая вот у него коробочка. Made in China. Все по красоте, как бы классика. Мой просто слегка устарел, Samson. И я решил проверить за 50 баксов, так сказать, есть ли вариант купить что-то, что лучше, чем мой. Заодно, чтобы вы, соответственно, сравнили по звуку и сказали, какой вам больше нравился. Вот так вот он выглядит. У него инструкция, название, все дела. Тут даже что-то, наверное, интересное есть. И, скорее всего, даже написано, что он там по характеристикам может или не написано. Сложно сказать. Шайбочки всякие, штуки по софту, приколюхи. О, характеристики, спецификация, так сказать. Это, если вдруг кому интересно. Я в этом не понимаю ни черта. Мне важен конечный, так сказать, выхлоп. Пару страничек еще осталось. По настройке вряд ли тут что-то принципиально интересное есть. Собственно, все. Мануал закончился. Давай-давай. Эть. Хорошо. Значит, сам микрофон. Он, насколько я понимаю, конденсаторный. Здесь у него разъем под РСБУ. Все скручивается, откручивается. Это хорошо. Волюм. Я так понимаю, можно прям чувствительность микрофона крутить. Либо громкость наушников. Потому что здесь есть вход под наушники. Вот так вот он выглядит. Я смотрел... Не, я тестов не смотрел. Но те ребята, которые порекомендовали, смотрели много тестов, говорят, что микрофон зачетный. Так, здесь у нас, насколько я понимаю, дисплей-порт. Симпатичный. Вот так вот это выглядит. Здесь с заглушкой и USB-шечка. USB-шечка вставляется в компуктер, дисплей-порт, в микрофон. Собственно, вот он снизу вход. Здесь вставляешь все, да? Да, отлично вставляется. Замечательно выходит. Так. Здесь у нас... Ох, тяжелая какая! Цельнометаллическая, судя по всему. Подставочка. С прорезиненной наклеечкой. Такой слой. Хороший, чтобы, так сказать, не ерзало. Здесь в ней резьба. Прикольно. Ага. О, как интересно. Многосоставное, так сказать, крепление. Вдруг мне там надо подлиннее, покороче. Окей. Так, и... Ага, переходничок. Переходничок, это важно. С переходничками у нас вечно какие-то проблемы. Значит, здесь у него крепление. Это крепление вставляется, по идее... Вот так вот. А в него уже вставляется... По идее, вот... Вот, по идее. Но не факт. По-моему, все-таки предполагалось что-то иное. Да я, блин, закрутил. По-хорошему надо было вставлять это вот... Так вот сюда. Но мне показалось, что резьба очень похожа. Мой косяк. Ну, типа он подстойчив. А это надо было сюда. Закрутил, блин. В общем, как-то так должно выглядеть. Так вот он. Стоить. Тут не совсем ровно, но как бы... Угу. Крутится. Итак, значит, я его подключил. В данный момент звук пишется на него. У него, как можете видеть, горит внутри светодиодик. Который, если хорошенько присмотреться, на просвет показывает мембрану. На камеру, наверное, этого не увидеть. Но там, собственно, звукоприемник за таким поп-фильтром, так сказать, из сетки. Звук регулируется интересным образом. Я уже, собственно, протестировал. То есть я могу сделать вот так вот. И там до максимума я доводить не буду, потому что будет задница совсем. Но мне кажется, вот такой уровень более-менее приемлемый. При том, что звук в Windows стоит на соточку. Я надеюсь, не сильно все это в данный момент шумит. Вот так вот выглядит крепеж. Здесь можно ослабить, так сказать, эту штуку. И мы получаем возможность настройки. Закрутили, и он стал жестенько. Оп, зафиксировали. Как можете видеть, здесь вот все как-то не очень ровно собрано, что не круто, но как бы микрофон за 50 баксов. Типа, что мы хотим? Наверное, сейчас его поставлю, и мы, ну, в смысле, надо сравнить. Я понял. Вот, значит, как звук идет на старый микрофон, который Samson Meteor Mic. Вот как звук идет на новый, да, если на него прям говорить, наверное, будет еще лучше. А сейчас я его повешу на кронштейн, надеюсь, ничего не отлюблю, и запись не закрашится. Очень хочется верить, а то от переключения всех этих устройств все начинает тупить слегка. Ух, как картинка шумит. Надеюсь, YouTube все выправит. В общем, не готовился просто к съемкам основательно. Берем вот шпунтик, с позволения сказать, накручиваем на другую хрень, которая кронштейн. Теперь закручиваем крепление микрофона. Теперь вставляем, так, по идее, с этой стороны сюда микрофон. Вставляем вот эту вот бню. Так. А я с этой стороны поймал. В общем, как-то вот так вот я это присобачил. Можно еще поп-фильтр, как бы, куда-нибудь поставить. Но, правда, он ни до чего не дотягивается толком. А на кронштейн его добавлять не хочется. Да и он будет врезать в кадр. Я, типа, ну не так же говорить. И мне кажется, по звуку разницы, ну, никакой. Я не знаю. У меня тут дохренища акустического пролона и всякого в этом духе. Поэтому, мне кажется... Ну, вот есть разница, типа, ааааааа... По-моему, нет. Но, как бы, на записи решать вам. В общем, 50 баксов звук стал лучше. Ну, мне нравится. Голосуйте, как вам в правом верхнем углу понравился звук новый или оставить старый. Потому что старый микрофончик, он никуда не девается. Вот он такой вот маленький, симпатичный Но он на микро-USB Или даже на ми-USB Ну, типа, там Грустный штекер Вот Да где ж ты фокус-то? Ну, давай, ты можешь, я верю в тебя Фокус О, видно Видите, какой Разъем царский Вот, но он очень симпатичный Мне в свое время очень понравился Стоил недорого Свое отработал, сколько я, пять лет с ним Профигачивал Сейчас, мне кажется, лучше на этом Он посовременней, поинтересней, почище И почетливей Как мне кажется То есть он захватывает голос и не захватывает шумы При этом звучит намного чище При этом 50 баксов Китай, кто бы мог подумать То есть хрень, конечно Можно купить 10 раз лучше 10 раз дороже То есть вы не думали, что там Это проплаченная реклама Это кусок говна Но мне нравится Как-то так Ссылка из чё Если очень надо В описании На всякий случай Просто мне на него дали скидку 50% Типа За обзорчик Ну, типа Как вы понимаете, это копейки Просто так Легкий бонус В общем Если чё Мне кажется, можно брать Но Смотрите Сами вдруг я проплаченный Купленный За 50 баксов Боже мой, какой бред Не суть Короче Есть чё Смотрите сами Мне нравится А там Делайте выводы по звуку Исключительно До новых встреч Удачи, пока Всех благ Приятного аппетита Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok